Несмотря на пасмурную погоду, здесь, на главной площади Каспийска, горожане и гости города собрались, чтобы отметить первый праздник лета – День защиты детей. Традиционно утро началось с рисунка на асфальте. Организатором уже много лет является детская художественная школа. Воспитанники учебного заведения и юные госпитчане каждый год изображают яркими мелками свои рисунки, превращая покрытие площади в цветной и радужный ковер. Что ты здесь сегодня рисуешь? Я рисую, я закрашиваю кубики. А что ты хочешь пожелать всем деткам? Здоровья, счастья, чтобы они всегда были здоровыми. Я рисую моего папу и маму, они держат зонтик, а я посередине. В этот день дети получают море положительных эмоций. Для них организаторы подготовили вкусное шоколадное и сливочное мороженое, развлекательные программы и многое другое. Всем ребятам вообще всей нашей России я желаю самое главное – мира, спокойствия. И чтобы наши все детки только улыбались. И в их глазах было всегда только счастье. Я хочу в этот день, 1 июня, поздравить всех детей нашей России с праздником, пожелать им счастья, здоровья, любви. И самое главное, чтобы они любили родителей, слушались их. И вообще этот праздник, честно говоря, радостный не только для детей и для нас, потому что мы все собираемся, организовываем для них мероприятия. И Каспийск просто преображается в этот день. Надеюсь, что эти дни, вот такие радостные, светлые, несмотря на фасмурную погоду, всегда будут с нами. Поздравляю всех родителей и детей с праздником защиты детей. Желаю всем мирного неба над землей и благополучия. Сегодня такой праздник не поздравить невозможно. Друзья мои, всем желаю мира, чтобы в душе добро было, чтобы сердце, чтобы мы ценили друг друга и, конечно же, детям успехов в учебе. Я вас люблю. После рисунка на асфальте состоялась демонстрация показательных выступлений воспитанников спортивных школ города. Тэквондисты спортивной школы имени Владимира Юмина, борцы вольного стиля, а также спортсмены миксфайта. Далее для гостей мероприятия выступили творческие коллективы города. Хореографические номера показали воспитанники детского дома творчества, ансамбля «Сердце Дагестана», школы балета «Китри», детская школа искусств имени Сергея Габабова, ансамбль «Мир танца» и многие другие. В рамках торжества состоялось вручение паспортов ребятам, достигшим 14-летнего возраста. Свой документ подростки получили из рук депутата городского собрания Марата Дадашева. Куратор местного отделения движения первых Ольга Мусанайбиева вручила ребятам обложки на паспорт и нагрудные тематические значки. Вы получите самый важный документ в вашей жизни – это паспорт гражданина Российской Федерации, что будет свидетельствовать о том, что вы стали полноправными гражданами нашей необъятной страны. Это большая честь и в то же время это большая ответственность. Я уверен, что вы будете достойными гражданами нашей великой России, что вы будете защищать им интересы, счастья, здоровья и всех благ вам. Также на площади была развернута интеллектуальная игра «Будь в движении» по направлениям движения первых. Ребята активно участвовали, отвечали на вопросы, бросали кубик и передвигались по змейке, чтобы добраться до заветного финиша.